Хочешь отдохнуть, заплати деньги. С 1 мая 2018 года туристы в Крыму будут платить курортный сбор. Сегодня в окончательном третьем чтении депутаты Госдумы Российской Федерации приняли новый экспериментальный законопроект, который предполагает курортный сбор в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Мы уверены, что принятие данного закона позволит саккумулировать средства и направить их на конкретные цели в муниципальных образованиях, которые принимают туристы. Моя задача и задача моих коллег по органам власти обеспечить прозрачность в расходовании данных средств, чтобы туристы по следующему приезду на курорты Российской Федерации видели, какие изменения произошли благодаря тем деньгам, которые они оплачивали на курортах Российской Федерации. Размер курортного сбора будет до 100 рублей, а в 2018 году не более 50. За каждый день фактического проживания туриста в объекте размещения за исключением дня заезда. Теперь парламентариям Крыма нужно разработать и принять законодательный акт, в котором будет прописан четкий алгоритм и окончательная сумма сбора. Кстати, он может быть изменен в зависимости от сезона. По мнению специалистов, экспериментальный законопроект позволит вывести из тени ряд объектов размещения. Как будут собирать деньги и куда пойдут средства, проконтролируют общественники. И именно этот сбор позволит нашим муниципалитетам собирать средства, которые не будут аннулироваться в конце года, которые можно аккумулировать для решения глобальных вопросов. И которые будут направлены только на создание и развитие инфраструктуры пляжных территорий, парковых зон, системы безопасности гостей и жителей, видеонаблюдения. И начинает просто скамеек, заканчивая глобальными вопросами, это можно будет решать. И в законе это прописывалось, что это будет решаться совместно с общественностью данного региона. Мнения разделились. Кто-то считает курортный сбор преждевременным, а кто-то уверен, это значительно поможет экономике полуострова. Ведь в среднем за пять лет Крым может собрать 16 миллиардов рублей. Мне кажется, не надо собрать. Сюда и так мало людей едет. У нас обслуживание не на высшем уровне, наверное, будет еще хуже. Я думаю, что это бесполезно, вводить этот курортный сбор. Почему? Потому что огромные затраты на его взымание потребуются. Очень тяжело будет отследить всех этих туристов. И куда пойдут эти деньги, мне кажется, тоже будет очень тяжело отследить. Это нужно, потому что Крым должен заработать какие-то деньги, чтобы подняться. Правильно? Я вообще-то приехал из Израиля, я бы хотел, чтобы Крым был похож на Израиль. Конечно же, отрицательно. Пусть это и копейки для большинства людей, но отрицательно, потому что и так очень ценно, дорогие, высокие, я считаю. Несравнимо уровень сервиса, качество предоставляемых услуг нашего юга, того же нелюбимого мной турецкого побережья. Считаю, что это в какой-то степени хорошо, в какой-то плохо. Так как нужно развивать внутренний туризм, у нас Крым любят туристы. И если выбирать западное направление, то Крым, безусловно, страдает из-за этого. Законопроект вступит в силу с 1 мая 2018 года и будет работать до 31 января 2022 года. По итогам эксперимента, либо курортный сбор ведут на все территории России, либо откажутся от этой инициативы. Мэри Бадунс, Петр Куц, Служба новостей и ТВ.